В судьбе кумира миллионов оказалось немало тайных загадок, связанных с историей невероятного успеха сына деревенского ветеринара, превратившегося в большого артиста. Но куда пропал в последние годы Валерий Леонтьев и когда ждать его возвращения на большую сцену? Народный артист России Валерий Леонтьев любил отмечать дни рождения на сцене, так что много лет в его графике 19 марта числился рабочим днем. По традиции, певец давал, сразу три концерта в зале Октябрьский и Санкт-Петербурге. Я обожал бы юбилеи, если бы можно было лежать на пляже и принимать подарки. Увы, сам установил традицию встречать даты на сцене. Ворчишь и бесишься. Конечно, но потом купаешься в счастье финальных аплодисментов, когда видишь, что по-прежнему нужен, признавался исполнитель. Вот только в этот юбилей артист, по словам концертного директора Бориса Чигирева, выступать не собирался. Да и вообще, в последние несколько лет карьеру певец поставил на паузу. Что же заставило его отказаться от большой сцены? Проблемы со здоровьем, возраст или политические мотивы? 19 марта Валерию исполнилось 75 лет. Ну а мы листаем страницы его биографии. Загадочное прошлое Карьера Валерия Леонтьева началась в 70-х, и с тех пор женщины сходили по нему с ума. Постеры с изображением кумира часто украшали стены комнат общежития и гостиниц по всему СССР. Их вешали рядом с фотографиями Аллы Пугачевой. Из открытых окон звучали песни Леонтьева про зеленый светофор и полет на дельтаплане. Ни одна дискотека уже не обходилась без шлягеров популярного певца. Для того времени манеры Валерия Леонтьева одеваться и вести себя на сцене были настолько смелыми, что произвели настоящую революцию. Обтягивающие кожаные брюки, яркий грим, свободные движения выделяли будущую звезду на фоне остальной отечественной эстрады. Так что на фестивале в Ереване в 1981 году иностранная пресса сравнила его с Миком Джаггером. Шоу, которое Леонтьев показывал на сцене, происходило и в его личной жизни. Детство и юность легенды советской эстрады окружены слухами. Происхождение Валерия Леонтьева окутано тайной. Некоторое время назад стали говорить о том, что на самом деле старшая сестра певца является его мамой, а его мама – бабушкой. 18-летняя Майя якобы забеременела и родила сына, а Яков Степанович и Екатерина Ивановна записали младенца на себя. Сама Майя категорически эти домыслы опровергла. Но вернемся в детство нашего героя. В школе мальчик занимался художественной самодеятельностью и удивлял всех переуплощениями. После 10-го класса они с другом поехали поступать в ГИТИС, но провалились. Валерий застеснялся своего провинциального говора и накануне первого экзамена забрал документы. После он уехал работать на север. Сначала ему пришлось освоить массу никак не связанных с музыкой специальностей. Подсобный рабочий, оператор на молочном заводе, почтальон, электрик, портной, лаборант в научно-исследовательском институте, тесемщик-смазочник на ткацкой фабрике. В Иркуте Валерий занялся самодеятельностью и, наконец, тогда решил начать сольную карьеру. Даже став знаменитым певцом, Леонтьев еще долго искал подтверждения своему успеху. Единственная жена. Певец был немногословен, когда его расспрашивали про личную жизнь. Еще в 1972 он познакомился с Людмилой Исакович, музыкальным руководителем первого ансамбля «Эхо», в котором Валерий работал в Сыктывкаре. Спустя более двух десятилетий влюбленные расписались. Однако поклонники не раз подозревали супругов в расставании. Ведь Людмила жила в доме в Майами, пока муж трудился в России. В 2005 году имя певца оказалось на первых полосах газет. Его обвинили в развязанном поведении в одном из столичных стриптиз-клубов. По сообщениям прессы, 56-летний артист, выпив несколько бокалов вина, отплясывая у Ча-Ча-Ча на танцполе в окружении полуговых девушек. Кроме того, Леонтьев приписывали романы с Лаймой и Вайкули, Лорисой Долиной и Лорой Квинт, хотя лишь последняя намекнула на правдивость слухов. А еще в середине нулевых поговаривали, что у артиста есть небрачная дочка Алина. Несмотря ни на что, знакомые певца уверяли, что в семье звезды все в порядке. И пусть бракность напоминает гостевой, у них все хорошо. Здоровье и пластические операции. Будучи истинным трудоголиком, Валерий Леонтьев работал как над голосом, так и над внешностью. Под нож пластических хирургов впервые лег еще в 80-е годы, когда косметические операции в СССР не были распространены. Артист никогда не скрывал, что делал подтяжки лица, удалял жир с бедер, увеличивал губы. Он считал, что должен выглядеть безупречно, ведь на концерте публика ждет чего-то новенького, не только от его репертуара. Когда его спрашивали, сколько он планирует выступать на эстраде, Леонтьев отвечал, «Я не планирую, это планирует тот, кто над нами». Впрочем, еще существует фактор здоровья. С человеком может случиться все, что угодно, в любой момент. Во всяком случае, нужно, чтобы тебе хотелось петь самому, и чтобы тебя хотела публика. Здоровье звезды действительно ухудшалось годами. Давали о себе знать травмы, полученные на заре карьеры, так и ослабление иммунитета. В 2018 году Леонтьеву пришлось отменить все выступления на новой волне из-за пневмонии, и несколько дней певец провел под присмотром врачей. В 2020 году артисты сделали операцию на спине, а его представитель лишь коротко отметил, что у певца обострилось хроническое заболевание. Через год у звезды возникли проблемы с глазами, и все это случилось после неудачной операции, веки не смыкались, из-за чего возникла сухость, сжение и даже бессонница. Уход со сцены. Люся, жена Валерия Леонтьева, уже несколько месяцев задает ему вопрос. Когда ты бросишь сцену и гастроли? Рассказывают друзья в 2018 году. Ведь перелеты, выступления отнимали у него много сил. Вдобавок, Леонтьев всегда тщательно прорабатывает танцевальную программу. Не любит, когда все сделано на коленке. А ведь он уже не молодой, и супруга побеспокоилась о его здоровье. Но ведь его любит зритель. Хотя, возможно, пришло уже время подумать о себе. И Валерий Леонтьев с ней тогда согласился. Еще в период пандемии вернувшийся от жены из США певец приостановил выступление, так как серьезно относился к тому, что прилетел из красной зоны. Семь месяцев артист провел в самоизоляции. Но в 2021 году стал наставником шоу «Голос 60+.» В начале 2022 артист вновь улетел к супруге в Майами, так как запланированные выступления у него отсутствовали. С того момента и наступила так называемая творческая пауза, которая, по мнению поклонников, слегка затянулась. Ходили слухи, что Леонтьев не дает концертов в России из-за политических убеждений. Однако никаких громких заявлений артист не делал, а слухи назвал провокацией. При этом вокалист периодически выступал на корпоративах. К примеру, в прошлом январе он спел на закрытой вечеринке в Дубае. Сплетен становилось все больше. Мол, за выход Леонтьев просил не менее 12 миллионов рублей, и вскоре полноценно вернется на сцену. Хотя его концертный директор все это назвал слухами и небылицами и сказал, что непонятно, на каком основании. Люди утверждают, что он выступает за баснословные суммы. Да еще, откуда у них такая информация? Все это домыслы. А если Валерий Леонтьев и выступает, то это редкие выступления в компании друзей, где он, по сути, просто гость. Также директор Леонтьева подчеркивал, что исполнитель не перебрался в США, а, как и раньше, навещает там жену. На 75-летие ждать от звезды праздничного концерта тоже не стоило. Все по-прежнему. Никаких концертов у Леонтьева не будет. Он никак не собирается отмечать юбилей. Для него это не праздник, резюмировал Борис Тигерев. И уже на свой день рождения Леонтьев подтвердил, что больше он выступать не будет, так как приостановил творческую деятельность. Он хочет посвятить остаток жизни отдыху и путешествиям.